После первой игры вы во время пресс-конференции заявили, что справедливым результатом было бы, если бы вы забили один гол. Насколько этот счет отражает игру? Я скажу так, что в первой игре мы действительно создали достаточно много голевых ситуаций. И единственный момент, который нас не порадовал в первом матче, это реализация. Я думаю, что в завтрашнем матче будет другая игра с точки зрения поведения пьюника, потому что команда соперника играет на своем стадионе. Но большой плюс в том, что перед первым матчем мы не имели много информации по сопернику. Соперник закрылся на сборах и не было никакого видеоматериала для того, чтобы более детально изучить соперника. Так вот, наш плюс в завтрашнем матче в том, что мы полное представление имеем после свидания в первой встрече о сопернике. И поэтому для нас, я думаю, секретов никаких нет перед ответным матчем. Кроме пьюника, вам мог попасть другой соперник, который был бы легче. Что вы можете сказать по этому поводу? Здесь, как говорится, нам же попался пьюник, правильно? Поэтому жеребьевка прошла. Мы с достоинством приняли нашего оппонента, соперника. В любом случае, любой соперник, который нам бы выпал помимо пьюника, это чемпион своей страны. Пьюник не исключение. Поэтому есть менталитет победителя у команды, точно так же, как и у нас в своей стране. Поэтому здесь очень важно будет сработать максимально в завтрашнем матче, для того, чтобы постараться склонить чашу весов в свой путь. Какие сходства у пьюника и у минского «Динамо» в плане игры? Ну, трудно судить. Я думаю, наверное, это не для меня сравнение моей команды в сравнении с пьюником. Потому что мы знаем, что у пьюника есть определенные достоинства. Мы знаем, какие это достоинства. Но также мы, еще раз повторюсь, после первой встречи нашей в Венгрии, мы также понимаем, где есть и слабости определенные у соперника. Поэтому сравнивать свою команду с пьюником я не буду абсолютно. Потому что у нас есть свой стиль игры, свое направление ведения командных действий. И мы видим цель, как постараться достичь успеха в завтрашнем матче. Поэтому я думаю, что сравнение здесь немножко не корректно. Добрый день. Иван Корсулит за Метарейтингс. Скажите, пожалуйста, кого бы вы могли выделить по итогам первого матча против Пеника в его составе? Здесь скажу так, что, да, те ребята, которые остались в сравнении с прошлым сезоном в составе Пеника, в принципе, их было большинство на футбольном поле в первом матче. Вот это два центральных защитника, Братков и Закуленко. Плюс Жунини, шестой номер, который играл левого центрального защитника в большинстве матчей в прошлом сезоне. Ну, в этом матче в первом сработал слева. Ну, плюс неплохие ребята-новички появились, которые сыграли в первом матче. Это Эли Мау и Менезеш, вот, нападающий, который пришел в Салашкерках. В целом, как бы я говорил, что мы имеем представление. В целом, команда интересная Кеника. Поэтому тем интереснее будет завтрашний матч, как он сложится и как, что нам соперник предоставит, скажем так, свои позыри, которые завтра они смогут нам предъявить. Потому что в первом матче, на мой взгляд, мы с позицией силы играли. Соперник больше оборонялся. Интересно будет, как соперник поведется завтра в домашний матч. Скажите еще, пожалуйста, как оцените сыгранность и линии атаки своей команды, новых игроков, которые пришли? Ну, у нас в первом матче, скажем так, были на футбольном поле в стартовом составе те ребята, которые с первого дня в нашей команде, когда мы начали подготовку к сезону. Поэтому понятно, что в летнее трансферное окно те футболисты, которые к нам добавились, им нужно какое-то определенное время для того, чтобы понять то, чего мы хотим видеть от них на футбольном поле. Но в целом, те ребята, которые вышли на футбольное поле из наших новичков, это бразилец Педро, это Альфред, Стефан Альфред, они, в принципе, хорошо добавили нам во втором тайме интенсивности игры, плюс активно играли вперед. Единственное, еще раз говорю, то, что нам не хватило, реализация игры в этой ситуации. Еще один вопрос. Как оцените состояние Павла Судько? Ну, я думаю, что это вопрос интересен, наверное, тренерскому штабу нашего соперника. Павел у нас поправляется, работает по индивидуальному плану, но потихоньку он с нами в нашем расположении. Я думаю, что до конца мы карты не будем раскрывать, готов ли мы к завтрашнему матчу. Я думаю, сама ситуация подскажет и покажет, насколько Павел готов завтра играть. Спасибо большое. Неколько лет назад белорусские команды выступали в Еврокубках и в Куповом этапе Лиги Чемпионов. В чем причина, что за последний год и такая пассивность? Есть у нас определенные трудности в нашем футболе, но я скажу, что мы оптимистически настроены, потому что у нас появляется достаточно много интересных футболистов именно с белорусским паспортом. Но если, например, сравнивать сегодня чемпионы Армении, даже состав, который вышел в первом матче против нас, это в основном легионерский вектор. А у нас, если обратите внимание, у нас в основном ребята белорусы играют. В этом Динамо Минске отличаются тем, что у нас сегодня появляются молодые ребята, которые способны в будущем достигать серьезных целей, как на уровне клубном, так и в составе нашей национальной молодежной сборной. Поэтому у нас в определенной степени идет, скажем так, уклон в сторону своих воспитанников белорусов, именно с белорусским паспортом, чтобы они все-таки на внутренней арене, в нашем внутреннем чемпионате проявляли себя. То есть больше на своих ребят белорусов ставка делается. Вопрос к игроку. Какие впечатления от первой игры и как вы готовились к ответной игре? Да, спасибо. Всем здравствуйте. Ну, какие впечатления? В принципе, сыграли 0-0, хороший боевой матч. И ко второй игре подходим, в принципе, с нейтралитетом. Как будто первую игру мы забыли, уже готовились ко второй. И, как сказал Гонтейн, в принципе, мы, наверное, уже больше знаем соперника, они больше знают нас. Так что, наверное, игра будет немножко другая, потому что, в принципе, уже познакомились друг с другом. Так что здесь никаких новых каких-то слов не скажу. Продолжение следует...